всем привет на канале готовим вкусно с вами я павел и сегодня мы с вами будем готовить такой очень интересный бюджетный кстати но при этом изысканно вкусный романтический ужин или просто праздничный ужин для двоих минимум как минимум не совсем минимум ингредиентов но минимум затрат максимум вкуса максимум удивления вашей второй половинки а мы с вами погнали и начинаем мы с вами с десерта поскольку его нужно будет еще отправить в холодильник чтобы он остыл он у нас пойдет первым для этого нам понадобится один небольшой гранат плитка белого шоколада ванилин сливки 20 25 30 33 процента жирности и пару кусочков черного шоколада первонаперво белый шоколад ломаем кусочками там какой-нибудь емкость верно еще мельче возьмем его поломаем вот так так шоколадом закончили эти нам пока кусочки будут нужны теперь что касательно граната граната нам нужно достать зернышки я не знаю кто как достает я обычно реже его на четыре части а потом вот так его выворачивая на изнанку зернышко мы достали отставляем их пока в сторону переходим к сливкам к основе берем какую-то емкость где мы будем взбивать берем сливки там 20-33 процента жирности я надеюсь у меня двадцати процентные собьются хорошо грамм 300 250 в принципе тут на глаз можно так слегка добавляем и наша задача взбить это все до такой пушистой нежной консистенции после того как сливки у нас практически полностью взбились добавляем сюда немножечко ванилина берем шоколад и отправляем ну в принципе это можно сделать на водяной бане есть микроволновка отправляем это в микроволновку на 15 секунд 15 секунд достаем смотрим так еще мало еще 15 секунд интервалами дольше чем по 15 секунд я вам не рекомендую в зависимости от мощности вашей духовки шоколад может просто начать гореть вместо того чтобы расплавиться когда шоколад начал вот так вот уже слегка расплавляться в обязательном порядке его нужно перемешать если вы этого не сделаете то опять же по краям начнет все пригорать нам этого не нужно отправляем это еще раз на 15 секунд после того как шоколад стал уже совсем жидкий вливаем его нашу массу вот так и еще раз взбиваем после того как вы попытались это все взбить берем две емкости и начинаем закладываем сюда наши зернышки прекрасные так заливаем досыпаем остатки зернышек чтобы было поровну примерно и отправляем в морозильную камеру примерно ну не знаю минут на 25-30-40 как у вас будет получаться как вы будете успеть готовить можно даже до вечера это ничего страшного но это еще не все как вы помните у нас осталось два кусочка шоколада но что с ними делать для десерта я уже покажу в самом конце видео а сейчас мы приступаем к приготовлению основных блюд погнали берем твердый сыр и сейчас вам покажу один очень крутой и интересный и лайфхак и как украшение как и подачи для блюд берем сыр натираем сыр на крупную терку первонаперво нам нужно сформировать небольшой такой вот блинчик страте чтобы они были плотненько вот так друг другу делаем аналогично 2 отправляем это на несколько минут в духовку нагретую до 200 градусов вы увидите как только сыр полностью расплавился значит можно доставать итак буквально через пару минут сырные блинчики у нас готовы делаем следующую вещь нам надо их убрать противень а вот так чтобы они остыли кстати видите здесь в кадре у меня есть две вот такие интересные чашки как вы думаете зачем они пока ничего не начал делать можете в комментариях написать свои предположения зачем мне нужны чашки и что с ними можно сделать исходя из того что у нас есть сырные блинчики еще пару минут пускай остынет итак берем чашку переворачиваем 1 2 берем сырный наш блинчик который уже слегка подостыл и держится формы вот так и одеваем сверху вот так подправить вот так раз и делаем со вторым аналогично и оставляем это все до полного застывания то есть что вот она будет вот так держать форму отставляем аккуратненько это куда-нибудь перешли к главному ингредиенту кстати получилась такая ситуация что вначале я хотел купить красную рыбу на я никаких магазинах не нашел поскольку жил в маленьком городе я купил пеленгаса в принципе можно готовить это это зависимости от того что вы купите в принципе суть приготовления не меняется сегодня буду готовить и пеленгаса и красную рыбу не помню по моему это был лосось кстати все полностью сейчас кажется красная рыба дорого я все полностью вложился в 460 гривен то есть это в районе 900 рублей что собственно очень бюджетно но при этом уже приобретает какие-то интересные черты погнали примерно за 240 рублей у меня получилось или 120 гривен вот такие два кусочка 2 стейка лосося мы их уберем лишнюю влагу вот так берем противень кстати я рекомендую чтобы рыба не прилипла немножко взбрызнуть маслом то место где она будет соприкасаться с с фольгой где-то я потерял свою кисточку но это не страшно вот так выкладываем стреки ну и рядом раз такое дело положим и пеленгаса потому что праздничный ужин праздничным а кушать все равно нужно его бы дни в обычные будние дни будет идти он значит на завтрак вот так убрали лишнюю влагу есть конечно же чтобы рыба получилась вкусно нам понадобится лимон это просто как верный спутник любой рыбы что речной что морской его сразу разрежу на 4 части так одну дольку мы сейчас используем и вот так вот просто возьмем и польем наши стейки рыбку соки 1 4 дольки лимона хватит вот на такой объем рыбы с головой слегка посолим и добавим перца тут по вкусу я использую просто черный перец кому-то может понадобиться белый перец или смесь 5 перца тоже неплохой вариант теперь отправляем это все в духовку при 180 градусах на двадцать пять-тридцать минут пока готовится рыба приступаем приготовлению одного очень вкусного и изысканного салата погнали для этого нам понадобится бекон вот такой вот полосочками нарезаем его примерно вот такими кусочками бекончик есть груша разрезаем грушу так что нам тут не нужно моего убираем плотные какие-то включения нарезаем вот так вот дольками грушу забрасываем на сковороду бекон и обжариваем до золотистой корочки никакого масла тут не нужно потому что бекон сам по себе жирный просто его обжариваем когда бекон начал золотиться когда бекон начал золотиться до вот такого вот примерно цвета убираем его в ту емкость которой мы будем собирать салат сковороду возвращаем на огонь и на место бекона забрасываем грушу грушу нам необходимо спассировать до такого мягкого полупрозрачного состояния по истечении пары минут груша у нас пассировалась добавляем ее к бекону вот так а сковороду моем потому что нам сейчас пригодится и так прошло 10 минут мы сделали одну часть и так самое время приготовить соус нашей рыбе для этого нам понадобится примерно одна столовая ложка муки вот так мы обжариваем до золотистого цвета и так мука начала становиться такого уже золотистого цвета появился такой легкий запах готового хлеба добавляем сюда грамм 30 сливочного масла и добавляем немножко сливок примерно вот так вмешиваем это все хорошенечко в муку слишком густо получается добавляем еще сливок так суммарно где-то грамм 70 80 размешиваем все до однородной массы хорошенечко все вот такими вот быстрыми движениями всякие комочки все что нам не нравится мы все должны замешать по вкусу можно добавить немножко соли немножко пряностей я ничего добавлять не буду мне вот в таком виде нравится так как она есть все соус загустел выключаем соус для рыбы у нас готов и так у нас практически все готово половина салата рыба готова десерт в холодильнике теперь нужно сделать обалденно вкусную заправку для салата для этого нам понадобится 1 чайная ложка меда несколько чайных ложек оливкового масла вот так немножко сока лимона и все это хорошенечко перемешаем между собой а еще я как фанат французской кухни я добавлю сюда французскую горчицу примерно 2 чайных ложки вот так размешиваем все и все наше экстравагантное супер вкусная пикантная заправка для салата готова и так здесь у нас груши и бекон теперь нам нужны листья салата вот я купил сразу готовые листья салата на пол так будет вполне достаточно на двоих делим это все на две миски часть в одну часть в другую часть вода он так через другую самая важная часть поливаем вот так вот все красиво заправочкой итак наши салаты готовы отставляем в сторону и так самое время для основного блюда то есть рыбки на стейки мы ложим немножко соуса вот так он густой но он выступает как и гарнир и как соус поэтому не беспокойтесь насчет этого это реально очень вкусно и так практически все готово и вы же меня спросите чувак о чем мы там делали в начале с сыром а я вам сейчас покажу и расскажу вот наши чашечки мы от них отлепливаем сыр и получаем вот такую интересную вазочку ставим ее рядом с рыбкой как раз и вот так вот два и вы меня спросите а зачем эти вазочки а я вам сейчас все расскажу а в эти самые корзинки мы нарежем свежие овощи моем случае это будет болгарский перец он отлично подходит он свежий хрустящий и отлично сочетается с сыром вот так можете по своему усмотрению добавить еще какие-то овощи могут быть огурцы например вот так и согласитесь это уже выглядит довольно таки экстравагантно и достаточно интересно сырную тарелочку также можно это будет скушать вместе с рыбкой что нам остается нам остается подать наш десерт я уже сюда натер черный шоколад дала сбой камера я не успел это заснять сверху мы засыпаем это все черным шоколадом я вообще планировал сделать что-то типа сердечко то есть расплавить еще черный шоколад и с помощью шприца сделать там сердце написать я тебя люблю но не успеваю к сожалению поэтому просто натираем черный шоколад если вы тоже не успеваете если есть время делайте сердечко пишите любимые слова вот такой незатейливый но скажем так быстрый и экстравагантный и в принципе удивительный ужин у вас может получиться всего 400 гривен там 800 рублей плюс-минус ну и посмотрите как это выглядит украсим это все горящей свечой и я надеюсь ваш ужин удастся а и Субтитры подогнал «Симон»